В эфире программа «100 в доме хозяин» Все, что нужно и важно на жилищно-коммунальной сфере Сегодня в нашем выпуске С июля в коммунальных квитанциях изменятся цифры Каков будет их новый порядок? К зиме готовятся, объем неплатежей сокращать Какие еще задачи стоят перед коммунальными комплексами городов и районов области? Что нужно сделать, чтобы дом без проблем подготовить к зиме? Кто из самарских коммунальщиков справляется с этой задачей? Вырастут, но совсем ненамного По традиции с 1 июля в России начинают действовать новые коммунальные тарифы Основные решения приняты еще в прошлом году По темпу роста тарифов ПФО Самарская область находится в середине списка И занимает шестое место Сильнее всего тарифы изменятся в Пензенской области на 5,8% В среднем для Самарской области рост коммунальных тарифов не превысит 4,8% На заседании общественного совета потребителей энергоресурсов при Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области О тарифах говорили подробно и обстоятельно В среднем по Самарской области рост тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения у нас составит 6,3% Разброс по воде очень большой Вопросов, вы знаете, задают много Что в городе вода стоит меньше, в сельской местности больше Тем не менее, мы контролируем именно средний рост Этот рост составит 6,3% На тепловую энергию в среднем по Самарской области рост составит 3,4% А на горячую воду чуть меньше 3% даже Тарифы на электроэнергию Одноставочный тариф вырастет на 6,7% Несколько больше, до 10% будет рост по отдельным зонным тарифам При этом сохраняются тарифы для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан С применением коэффициента 0,7% Вне зависимости от местонахождения, городская или сельская местность То есть такой же принцип был в 2015 году В 2016 изменений у нас в этом плане никаких не произошло Строительство жилья, темпы подготовки к зиме и коммунальные долги Стали темами для обсуждения на видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов региона Как идет подготовка к новому отопительному сезону И что ждет те муниципалитеты, которые смогут сократить объемы коммунальных неплатежей Расскажем в нашем сюжете 368 тысяч квадратных метров жилья построено в Самарской области за 5 месяцев текущего года Это 16% от целевых показателей Такие цифры озвучили участники видеоконференции с главами территории региона Самые низкие показатели сегодня Это Самара 14,5% на полном показателе Тольятти 16%, Жигулёск 9,8%, Новокубышевск 21%, Оградный 14,4%, Сызрень 25%, Чапайск 11,5% Из муниципальных районов наиболее низкие темпы водожилья Алексеевка, Мурский, Кеневский, Кляринский и Попинский районы Территория региона подписали соглашение об активизации усилий по строительству жилья Глава правительства напомнила о необходимости строгого соблюдения требований документа Имейте в виду, те цифры, которые прозвучали, они должны быть выполнены И в том числе и у Самар Каждый год мы этим вопросом болеем 15-й год прошел очень хороший И вот эти встречи президента, когда принимают губернатора, когда называют эти цифры Оно и слушается хорошо И помощь хорошая дает Опросим мы очень много И есть надежда, что она тут придет Поэтому Самара хочет, не хочет соглашение подписали И будьте добры исполнить эти цифры, которые указаны в министерстве Говорили на совещании о работе по подготовке к очередному отопительному сезону В общем, темпы подготовки к новой зиме внушают оптимизм 13% котельных, 10% жилищного фонда и 20% от общего числа теплотрасс К началу июня к зиме подготовлены Но есть и негативные моменты Ссылаясь на отсутствие собственных средств, ряд муниципальных районов подготовку к холодам свернули У нас никогда не было такой истории, чтобы вы в первой декаде июня не показали готовность выше 20% После этого году 0 Значит, вы даже не приступали В чем это выражено, я не знаю Мы с вами поразбираемся Но не думайте, что то, как вы написали Нажаловались, что у вас денег нет Тут же можно не готовиться к зиме Так не бывает Говорилось на совещании о долгах территории за поставленные ресурсы По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Количество долгов сократилось на 40% Но, к сожалению, тенденцию смогли поддержать далеко не везде По электрике мы выросли на 180 миллионов При этом по электрике, что меня смущает Это, прежде всего, красноармейст Я посмотрел статистику У нас, значит, традиционно красноармейст По электрике имел там 20-25 миллионов задолженностей По состоянию на 1 июня В этом году только по электрике 37 Для того, чтобы решить на территориях Проблему долгов за коммунальные ресурсы Считают участники видеоконференции Свою работу должны активизировать Специальные комиссии по работе с должниками Необходимо активизировать работу По другим направлениям Отдельно те у кого задолженности И не видят выхода, будет расти Встретитесь с газовиками, энергетиками Проговорите, какая их позиция И не надо рассказывать, что вы им написали письмо А они вам не ответят Там есть конкретные лица С которыми вы уже на протяжении нескольких лет А может быть и десяток лет Уже каждый год этим занимаетесь Вот съездите к нему и не поленитесь Председатель правительства Самарской области Александр Петрович Нефедов Поручил уделить самое пристальное внимание Работе по сокращению долгов За коммунальные ресурсы В частности поручено увязать Финансовую помощь и поддержку территориям Со стороны региона С темпами сокращения ими неплатежей В самом разгаре подготовка к отопительному сезону Что необходимо сделать в доме, чтобы его жильцы встречали зиму без страха И виновата ли управляющая компания в том, что летом в кранах не бывает горячей воды Ответы в нашем следующем сюжете Лето для сотрудников добросовестных управляющих компаний Пора жаркая в прямом смысле Ведь за несколько теплых месяцев необходимо не только проверить Но и заменить в случае необходимости элементы отопительной системы дома Работы хватает Это понятно даже из короткого диалога Главного инженера управляющей компанией Жилищно-коммунальная система Со слесарем, обслуживающим дом номер 14 Что на проспекте Ленина в Самаре Это мало того, что вы промыли систему отопления Здесь надо будет промыть элеваторный узел Проверить состояние грязевиков Задвижки те, которые вас плохо держат Желательно ревизировать или заменить при необходимости Ну и опрессовать Промывайте систему Ну и опрессовывать систему Это не менее 10 атмосфер В течение 10 минут ждете Вот Если падения давления нету То у вас узел опрессован Потом по акту сдаете в тепловые сети В доме номер 14 работа близится к завершению Но таких домов в Самаре у ЖКС почти 1300 Как идет работа? На данный момент у управляющих компаний 1265 домов Из них на сегодняшний момент подготовлено 318 домов В процентном соотношении составляет 25% от общего количества По сути проводятся работы по опрессовке теплового ввода Это опрессовки тепловых узлов И соответственно система отопления В каких-то определенных моментах мы смотрим по состоянию Где-то по текущему ремонту меняется система Где-то постоячно меняем Где-то инженерные системы меняем по подвалам, по чердакам и так далее По плану подготовка к зиме должна завершиться к 15 сентября Сотрудники ЖКС заверили нас, что во всех домах, которые находятся у них в управлении Работы завершат даже раньше В ударном темпе трудятся и сотрудники управляющей организации «Коммунальник» У них в управлении 87 многоквартирных домов Ленинского района Самары Совместно с председателями Совета многоквартирных домов Специалисты компании провели осмотры и составили акты На основании этого акта вносим корректировки в план текущего ремонта Который был составлен на январе И приступили уже в полном объеме к работе В первую очередь сейчас занимаемся системами всеми Снабжающими водой холодное и горячее отопление То есть приводим в порядок тепловые узлы Производим опрессовку Содвижки меняем, где они пришли в негодность По графику идем в норме То есть не нарушаем график У нас весь период опрессовки будет происходить в июне месяце Июнь-июль месяц К сентябрю месяц спорта готовности должны быть в полном объеме получены Я думаю проблем с этим не возникнет Мы надеемся на лучшее, что у нас не будет течь в подвале Будет сухо в подвале и будет еще теплее в квартирах, чем сейчас Правда сейчас жильцы дома жалуются на низкое качество горячей воды Ее требуется долго сливать, дожидаясь пока пойдет тепленькая Особенно страдают от этого обладатели приборов учета Вот в данный момент, да, плохо идет горячая вода Она чуть-чуть теплая, как парное молоко Говорят, что это виноваты теплосети У нас все открыто, все Какую воду подают, такую и нам же, наверное, в квартире подают воду Управляющая организация к горячей воде фактически не имеет никакого отношения То есть мы, ну, какую воду приняли, какого качества от ресурсоснабжающей организации Такую воду мы и подаем жителям На данный момент, ну, это, я так думаю, для всех в городе Самаре факт известный То, что у тепловых сетей идет подача горячей воды по однотрубной системе То есть отсутствует циркуляция И поэтому качество горячей воды, ну, ниже того, какого должно быть Пока проблема не решена глобально, у жильцов выход один Если у них стоит прибор учета, горячей водой лучше вообще не пользоваться Ждать, пока коммунальщики закончат готовить свои сети к зиме Программа «Кто в доме хозяин» продолжает следить за ситуацией в жилищно-коммунальной сфере Если у вас есть вопросы к нашим экспертам Если вы не можете достучаться до своей управляющей компании Или недовольна работа ТСЖ Пишите нам на электронную почту До встречи ровно через неделю на телеканале «Губерния» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова